Преступление и наказание. На 19 лет осудили жителя Балхаша за насильственные действия в отношении 7-летней девочки. Суперстар. Балхашец стал участником музыкального проекта «Голос Украины». На 19 лет осудили жителя Балхаша, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. 44-летний мужчина надругался над 7-летней девочкой. В 2019 году мама с дочкой приехали с христианского хозяйства в город, чтобы пройти медицинский осмотр и остановились у мужчины, с которым женщина познакомилась недавно. Мать ушла в магазин, а ее дочь осталась одна – с насильником. Когда женщина вернулась, девочка плакала и жаловалась на то, что мужчина раздел ее и трогал. Судебные тяжбы длились больше полутора лет. Вину 44-летнего Балхашца доказали полностью и осудили на 19 лет лишения свободы. Девочка прошла курс лечения в больнице и реабилитацию у психолога. Гражданин Карагандинской области признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния и с применением насилия в отношении заведомо малолетней. Гражданину назначено наказание на основании статьи 60 Уголовного кодекса в виде 19 лет лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься педагогической должностью. В Балхаше открыли соляной кабинет. Центр молодежного здоровья «Гибрат» и центр «Солюсвита» при поликлинике номер один совместно запустили проект «Здоровое поколение». Соленолечебный кабинет открыли в городской стоматологии для детей из малообеспеченных семей с ограниченными возможностями и для тех, кто часто болеет. Среди показаний для данного метода оздоровления являются заболевания в основном дыхательных путей. Это частые простудные заболевания, бронхиальная астма, частые ангины. Даже заболевания кожи аллергические, они тоже являются, как раз таки входят в этот список. Дети по списку поликлиники получают 10 сеансов. При необходимости процедуру можно повторить еще раз в течение года. Одно посещение длится 40 минут. В это время маленькие пациенты могут играть в соляной шахте или отдыхать. Пока в связи с эпидемической ситуацией в соляной кабинет заводят по трое детей. Этот аэроголит путем выхода из галогенератора, это вот этот соответствующий аппарат, создает соответствующий микроклимат, похожий или почти, можно сказать, идентичный, как природные соляные пещеры, которые также благотворно влияют на общее состояние человека. Новый тренажер для особых детей появился в реабилитационном центре Улькен-Журек. Балансировочная доска Бильгоут стимулирует работу головного мозга и мозжечка. На ней ребенку нужно удерживать равновесие и одновременно выполнять задания. Это позволяет в игровой форме развивать моторику, речевой аппарат, концентрацию внимания. В наборе есть мячики, сенсорные коврики, мишень. Все вводится в занятия поэтапно. Для этого педагоги центра прошли обучение. Дети с разным диагнозом от аутизма, СДВГ, просто норма типичная, проблемы с речью. И самая распространенная диспроксия, дислексия, не умеют читать плохо, пишут. Дискалькулия, математическое отставание. И дезертрия, те, которые идут, речевая моторика нарушена. В редакцию Оркин-Медиа обратилась жительница города. Она жалуется на то, что на улице Серсенбаева, на прямом участке дороги, который идет даже с Казганской, автомобилисты превышают скорость и не пропускают пешеходов. По этой причине там часто случаются аварии. Журналисты Оркин-Медиа обратились в отдел полиции города. Сотрудники пояснили, что все необходимые знаки дорожного движения на этом участке установлены. Водители попросту их не соблюдают. Просьба автомобилистам соблюдать скоростной режим на улицах города и ездить по установленным знакам на дорогах. В рубрику «Народные новости» обратилась жительница города с жалобой. В редакцию она прислала видео, где рассказала, что после коммунальной аварии брусчатка и лестницы за дворцом культуры провалились, а на тротуаре образовалась яма. Журналисты Оркин-Медиа обратились в культурно-досуговый центр, так как территория находится на их балансе. Специалисты пояснили, что работы по восстановлению брусчатки уже начались. Культурно-досуговый центр города Балхаш сообщает, что причиной появления участка с просевшей тротуарной плиткой является повышение уровня грунтовых вод. В настоящее время принимаются меры по восстановлению брусчатки совместно с КГП Балхаш-СУ. Балхашец стал участником музыкального проекта «Голос Украины». Александр Лима увлекается пением с самого детства. 29-летний молодой человек давно следит за украинским шоу «Голос». Он вдохновился историями земляков и решил попробовать свои силы на проекте. За его плечами участие в казахстанском шоу «Айм Синга», в котором певец дошел до полуфинала. Подвигло желание поделиться своим творчеством не только на территории Казахстана. Я прям с детства поступал на всяких тоях, пока был маленький. И коронная фраза моих родителей была «Сейчас музыкальный подарок от нашей семьи. Он спает к Сашке». Я выходил на центрзаву и пев. На отборочном туре Александр Лим исполнил песню «Там, где нас нема» Святослава Вакарчука из «Океана Эльзы». На последних секундах ему удалось развернуть кресло Надежды Дорофеевой. Мне было настолько волнительно, что я как бы пою, вроде неплохо пою. А люди все не поворачиваются, не поворачиваются. Но в итоге, когда она повернулась, меня как будто отпустило. Я был в какой-то эйфории. Поддержать нашего земляка и наблюдать за ходом событий на проекте можно в следующих выпусках 11 сезона шоу «Голос Украины».